Я очень-очень рад быть с вами, потому что по всем моим расчетам, и не только моим, большинство наблюдателей уверяли, что в ближайшие три выпуска, как минимум, я не смогу вести эту программу, потому что буду отдыхать в спецприемнике. Тем не менее, этого не случилось. Какая-то непонятная для меня вещь произошла. 28 числа меня задержали, и как-то я уже приготовился уезжать на 30 суток. А потом внезапно меня отпустили, изъяв телефон. И сейчас поразительная вещь. Фактически я добиваюсь уже от полиции, от тех, кто мной занимается. Ну давайте уже что-то судить у меня наконец. Не хотят. Адвокат приходит, ни одного документа ей не дают. Протокол мне до сих пор не выдали на руки. Когда суд, говорят, неизвестно. Но, судя по всему, план довольно простой. Посадить меня не сейчас, потому что если посадить меня сейчас, я же выйду через 30 дней, то есть, грубо говоря, 1 марта. Нужно посадить таким образом, чтобы я непосредственно перед выборами, днем голосования, или лучше в день голосования, а лучше еще там вообще весь март просидел спецприемником. Потому что Путину почему-то кажется, что если вот меня тогда засадить, то вы будете меньше работать, и наш штаб начнет, скажем так, снизит накал нашей забастовки. Это совершенно точно не случится. Но просто готовьтесь к тому, что через некоторое время в этом эфире меня будут замечать другие люди. Но ничего страшного. В конце концов, вот у нас сейчас пересажали всех ведущих кактус. Находим же людей, которые заменяют. И меня тоже заменят. Все будет совершенно нормально. Классно. Все молодцы, кто участвовал в акции 28 января. Это было очень круто, это было замечательно и просто-напросто потрясающе. Меня тут спестесно спрашивают, как я оцениваю итоги акции. Я оцениваю итоги акции таким образом, что мы с вами убедились, что создали живую политическую сеть. Вот акция прошла в 118 городах России, причем в 27 из них. Мы вообще даже не понимали особенно, кто ее готовит, как ее готовят. На большей части страны было ужасно холодно. У нас в 26 городах акции были вообще не санкционированы. Тем не менее, они прошли. Это означает, что мы с вами, друзья мои, 225 миллионов рублей не вбухали непонятно куда, а построили настоящую политическую сеть. Где-то выходит больше народу, где-то выходит меньше народу. Когда выходит немного, хочется выходило больше. Но так или иначе, это работает. Мы с вами что-то придумываем и решаем. Давайте проведем общероссийскую акцию. Мы нажимаем здесь на кнопку запускающую, и начало оно работать. Вот эта вот нервная система, сигнал по ней проходит, и во всех городах люди что-то делают. Этих людей никто не заставляет, этим людям никто не платит деньги. Они сами понимают, что они часть этой живой политической системы. Это самое главное. Но вот все же акции, ну и вообще политику в стране нужно познавать в сравнении. У нас, в принципе, такая страна очень инертная. И вообще здесь что-то сделать в плане политики очень сложно. Тем более проводить массовые акции. С чем сравнить? Ну вот у нас, сейчас я записал себе просто даже из интереса, коммунисты проводят всероссийскую акцию протеста за социальную справедливость в феврале, 3 февраля. Они объявили, что будет общероссийская акция протеста. Не то, что я хочу сейчас посмеяться над коммунистами и потроллить, но давайте посмотрим. Прям это же вторая по величине политическая сила страны, которая получает из бюджета миллиарды рублей, у которой депутаты есть в каждом субъекте федерации, в каждом городе есть депутаты, там какие-то сотни тысяч членов. В Госдуме у них фракция много-много лет, там черные автомобили, мигалки даже есть или были и все такое. Но вот вы посмотрите, как пройдет их всероссийская акция и сравните с нашей всероссийской акцией. Примерно в одно и то же время они проходят, поэтому на погоду ничего не спишешь. И вы увидите, что мы с вами создали самую большую, реально существующую, живую политическую сеть страны. Обычно же как это происходит? Вот выборы были или там партийное строительство, денег потратили кучу и все это растворилось и не существует. А у нас не так. Мы сделали эту вещь и она работает на нас. Это очень большое достижение и эта сеть принадлежит не мне, она принадлежит не ФБК, она не принадлежит даже штабу избирательной компании, она принадлежит вам. Я очень рад, что вы именно так к этому относитесь, пользуетесь ею, участвуйте в ней, выходите и занимаетесь этим всем. Это просто-напросто потрясающе. У нас, естественно, идет довольно бодренькая реакция властей на создание этой сети и на работу этой сети. И эта бодренькая реакция, она проявляется во всех видах, в регионах у нас сейчас, сейчас я посмотрю, у нас статистика. Довольно много людей привлекли к ответственности, вот сейчас уже незаконно привлекли к ответственности. У нас арестованных, наверное, уже около 40 человек. Достаточно много людей, которых оштрафовали незаконно, то есть боятся нас. В регионах людей тоже плющат, почему? Потому что боятся. Но я очень рад тому, что я вижу, что не запугали никого. Никого им не удалось запугать. Довольно неприятно, довольно такие большие сроки, административные сроки получают некоторые люди. Там 30 суток, координатор в Петербурге получил, в Калининграде 20 суток. Но тем не менее, никто не сдается, никто не боится, все участвуют и все понимают, насколько цена наша политическая сеть и как в ней нужно работать.